Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости моего канала. С вами Яна Фёдорова. И сегодня я вам покажу несколько лайфхаков, маленьких хитростей, которые облегчат нам, цветоводам, наш труд. Так, семена в губках. Вот у меня здесь уже приготовлено. Сейчас покажу, как они у меня хорошо растут. Это огурцы. Второй день. Мочу губки в воде, в тёплой. Раскладываю семена, закрываю и заматываю в пакетик. И куда-нибудь в тёплое место. Я в шкафу на кухне держу. И вот через 2 дня такие проростки получаются. Почти у всех на огородах есть старые дырявые бочки, которые невозможно использовать под воду. Вроде бы она есть, но под воду никак. Для этого придумали решение. Кто не знает, кто знает, молодцы. А кто не знает, вот мешок в бочку называется. Стоит 60 рублей, объём 200 литров. Например, здесь мешок из прочного полиэтилена. Вот он, огромный. Надеваем на бочку и наливаем воду. Можно также что-нибудь сыпучее хранить. Например, пшеницу, комбикорм и тому подобное. Наши сибирские садоводы солят даже капусту, грибы, огурцы, мочат яблоки. Но я лично против этого, потому что это всё-таки технический полиэтилен, не пищевой. Поэтому, ну, как приспособьте мешок в бочку. Следующий лайфхак. Опрыскиватель. Обычный помповый опрыскиватель. Вот так накачиваем. Кто ещё не знал такого, ну вот узнаете. Очень удобно опрыскивать, так как мы цветоводы, садоводы, у нас всегда находится море всего, что нужно опрыскивать. Но не только. Убавляешь здесь струю опрыскивания, делаешь меньше, чтобы распыление было. И вот я люблю им поливать. Очень удобно им поливать растения. Вот так вот. Получается мягко, равномерно и приятно даже. Или вот там, допустим, стаканчик проливать. Особенно вот когда маленькие саженцы. Очень мягко и хорошо проливать. Так, следующий. Разрезать пакет. Иногда бывают такие пакетики, что внутренний пакетик с семенами, он где-то вот здесь. И вот начинаешь разрезать и повреждаешь тот же самый пакетик. Иной раз бывают большие семена, например, как у цини или бархатцев. И можно прям даже семена прорезать. У меня так было. Тогда лучше пакетик разрезать не снизу, а вот здесь сбоку. И тогда больше шансов практически всегда получается так, что пакетик остается целым и не поврежденным. Вот так вот. Так, как подсыпать мелкие всходы. Вот здесь у меня петуния взошла. Петунию мы сеем поверхностно. Она у меня вытянулась. Ее нужно немножко подсыпать. Так, ситечком. Вот так вот. Аккуратненько. Сухой землей. Вот так вот получилось с помощью ситечка. Не обращайте внимания, что на листьях земля. Теперь ее из опрыскивателя. Вот так вот поливаем, заодно обмывая. Сто раз так делала. Все нормально. Так что вот можно вот так оголенные корешки присыпать. Земля сухая, поэтому она не сразу впитывает воду. Она потом пропитается. Ничего страшного. Вот, хорошо. Все. Следующий. Так. Тепличка для укоренения черенков. Все просто. Две тортовницы склеиваем кусочками кофе. И вот. Здесь у меня в данном случае глоксини. Можно так укоренять любые черенки. Фиалок, гибискусов, стриптокарпусов, фуксии я так делала. Ну, в общем, любые черенки. Вот так вот хорошо выглядят на поддончике. Видите, все как. Все. Пользуйтесь, кто не знал. Фитильный полив. Очень быстро показываю. Вот. Вся конструкция. Все понятно. Единственный момент, что фитиль должен быть из синтетического материала. Любая веревка синтетическая. Такое есть у меня. Такие я использую. И вот такие с бутылками. Ну, здесь все тоже ясно. Это глоксиния клубневая. Клубень прекрасно чувствует себя на фитильном поливе. Ничего не бойтесь. Все хорошо. Дорогие зрители, если у вас есть свои какие-нибудь приемчики, пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду очень рада. Обязательно их применю и покажу всем. А если вам понравились мои лайфхаки, то, пожалуйста, ставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!